Мы готовы приступить к изучению электрических цепей. И для создания и анализа электрических цепей нам понадобится что-то, из чего их строить. И начнем мы с трех базовых элементов. Эти элементы называются резистор, конденсатор и катушка индуктивности. Это три пассивных двухполюсных элемента электрической цепи, с помощью которых мы с вами будем собирать разные цепи. Но с начала я покажу, как они обозначаются, чтобы мы могли изобразить схемы нужных нам цепей. Вот так обозначается резистор. Для него есть два распространенных обозначения. Он может изображаться вот таким зигзагом. Этот зигзаг символизирует ток, который протекает внутри него с сопротивлением и выполняет работу. Кроме того, резистор может обозначаться вот так. Первый вариант чаще используется в США и Японии, второй в остальных странах. Это схематичное изображение резистора. Подписывается он буквой R. Дальше конденсатор, который состоит из двух близко сложенных токопроводящих, например, металлических пластин. Так что схематичное обозначение конденсатора похоже на его реальные устройства. Подписывается конденсатор буквой C. И, наконец, катушка индуктивности. Ее мы обозначаем вот так. Фактически это и есть катушка, вокруг которой намотана проволока. Поэтому на схемах она обозначается в виде намотанной проволоки. Подписывают ее буквой L, что немного неожиданно. Хочется назвать I от слова индуктивность, но буква I уже занята. Ей обозначают силу тока. Или можно было бы обозначить буквой C, но буква C тоже уже занята. Так что примите это как странность нашей терминологии. Каждому из этих элементов прилагается своя формула, которая связывает напряжение и силу тока. Давайте я подпишу напряжение и силу тока. Обозначу их так, как это принято делать на принципиальных схемах цепей. Когда мы ведем речь о напряжении на элементах, можно обозначить его как нам угодно. Плюс, минус, U, и через элемент протекает ток. И то же самое подрисую на остальных элементах. Итак, вернемся к резистору. Какая формула связывает напряжение на резисторе с силой тока? Для резистора это выражение выглядит так. U равняется произведению I на R. Напряжение на резисторе равняется произведению сила, проходящего через резистор тока на некий коэффициент пропорциональности, который мы называем сопротивлением. У этой формулы есть очень важное название. Она называется закон Ома. Вы часто будете с ней встречаться. Теперь свяжем I и U для конденсатора. У конденсатора есть свойство, что сила, протекающего через конденсатор тока, пропорциональна скорости изменения напряжения. И записывается следующим образом. Сила тока равна коэффициенту пропорциональности С, умноженному на отношение dU к dt. Это изменение скорости напряжения со временем. Мы умножаем его на вот этот коэффициент под названием емкость и получаем силу тока. У этой формулы названия нет, я буду называть ее формула конденсатора. Две формулы есть, запишем теперь третью для катушки индуктивности. Свойство катушки индуктивности очень похоже на свойство конденсатора. Напряжение на катушке пропорционально скорости изменения силы тока, проходящего сквозь катушку. Почти как у конденсатора, только наоборот. Напряжение пропорционально скорости изменения силы тока. Давайте запишем. Напряжение равняется произведению L на отношение dI к dt. Коэффициент пропорциональности L называется индуктивность. А вот это скорость изменения силы тока, проходящего сквозь катушку. Итак, у нас есть три формулы. Вот они. Это формула наших элементов, и мы будем пользоваться ими постоянно. И последнее, что я хочу сказать, это то, что две последние формулы предполагают, что элементы у нас идеальные. Это значит, что эти теоретические элементы математически безупречны. В жизни будут определенные погрешности, хотя в современном мире их устройство уже близко к идеальному. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Мы будем рады услышать ваше мнение по поводу этого видео. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то напишите их в комментариях, и мы с удовольствием постараемся.